данное видео будет о уникальном месте это вторая часть данного видео будет о уникальном чем месте тоже каменоломня которая называется по официальной версии и якобы это римские каменоломни на юге франции в данном видео во второй части я хочу показать вот именно в первой части был общий план и как бы трудно было что-то там разглядеть на тех изображениях толком по крайней мере разглядеть а в этом видео будет общий план самой как бы меня не ну интересуют только следы инструментов самой каменоломы официальной версии говорит древние там римляне либо рабы и либо там захваченные либо ну преступники среди римлян по по их ним римским законам отправлялись в данной каменоломни и обычным зубилом и молотком они вот вот это все что вы видите якобы это все обычным железным зубилом и молотком либо там бронзовым зубилами и молотком это все можно настучали каменоломни состоят из лесняка принципе это не очень твердый камень как бы даже бронзовым инструментом можно было бы обрабатывать но меня заинтересовали именно инструменты первую очередь почему вот как будто вот есть вращательное движение то есть они бьют зубилом и делают какие-то вот вращательные движения как будто вот описывает вот такой вот какую-то часть полукруга уже вопрос зачем потом они делают идеально ровные линии на все на на всей вот плоскости зачем и и вопросов больше чем ответ и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я не понимаю для чего, почему Ну, конечно, была бы машина времени Тут в три секунды поставили ответ на все вопросы Ну, как бы непонятно И, естественно, вот данный процесс работы в каменоломне Он абсолютно отличается от современных процессов То есть в современной каменоломне стоит задача Как можно в более короткий срок Как можно более простым способом Вырубить как можно большее число камен То есть это клиновым методом Забивают стальные клинья Через какой-то промежуток расстояния И откалывают глыбы Потом их делят на части И получаются как бы блоки каменные Субтитры сделал DimaTorzok Также мы видим совершенно кардинально противоположный процесс Который, ну, как бы никто толком в наше время объяснить не может Какие-то ряд за рядом Они аккуратно выламывали блоки Какие-то наносили ровные вот такие вот Зачем в каменоломне делать идеальные ровные линии Зачем? Кому это нужно и зачем? Зачем делать какие-то вращательные движения Как будто у них были какие-то фрезы? Зачем опять-таки? И третий вопрос мой Куда делись тысячи и миллионы тонн этого выработанного камня И что из этого камня были построены? Если кто-то живет, например, в данном регионе И может сказать, какие здания были построены То пусть покажут какие-то фото или видео Я тоже с удовольствием посмотрю Тоже мне самому интересно Куда делись Там есть фото, где вынуты целые куски скалы Размером больше, чем дом По площади намного больше Там гигантские куски скалы буквально выгрызены В таком шахматном порядке Куски скалы выработаны Это все делать Куда вот эти тысячи тонн блоков Куда они подевались Может кто знает Может я что-то не знаю Пусть просто хотя бы покажут Расскажут мне самому Будет интересно посмотреть То есть Я не пытаюсь распорить Как будто Ну Вот предполагать А какое твое весе Ну Я бы предположил, конечно Можно было предположить Что это до Римля Что это либо финикийцы Либо пелазги В бронзовом веке Это их каменоломни Но вопрос тоже не меняется Куда подевались блоки Куда их возили До моря везти их далеко То есть Это были какие-то титанические усилия Чтобы перетаскивать Тысячи тонн Миллионы тонн этих блоков До моря Потом на море куда-то везти Конечно Это что-то было сверхъестественное Конечно И без нормального транспорта Без Ну в любом случае Каменоломния Это гигантское было В любом случае Кто бы там не строил Хоть римляне Хоть до римлян Хоть Ну тем более Даже если это Например Было иммамием финикийца То есть Нельзя исключать Что и римляне Тоже использовали Как каменолом То есть После финикийца Туда пришли греки Которые основали Там колонию Масилу И все И прихватили земли Что вокруг нее Там тоже были Частично под их контролем Там торгоцы были Рабовладельцы были Потом в эти земли Пришли римляне Разбили кельтов И тоже укрепились Там уже где-то В 2100 году Там уже римляне Полностью контролировали Все эти южные территории От Адаи Это все было Под контролем Рима С 2100 по 2000 год Ой С 2100 года До нашей С 2100 года Лет назад По начало нашей эры Это по 2000 лет назад Эту всю территорию Уже контролировали Римская республика А затем При Юлии Цезаря Они стали уже Римской империей То есть Даже до Юлии Цезаря Уже эти земли Были под контролем Рима Уже 100% Рим там уже был Либо он их Сам контролировал Либо они так делали хитро Это называлось Ну эти земли Как бы Переходили под протекторат Рима Они платили Какой-то там Налог Риму Ну И как бы считались Под защитой Римской республики Как бы они уже Негласно Уже входили Под контроль Римской империи Очень уникальная Древняя каменоломня Загадочная каменоломня Малило известная Ни во Франции Ни где вы О ней мало услышите Про нее Никто ничего не говорит Как бы Очень мало Известно И Самое главное Там очень интересные следы То есть Толком непонятно Кто это делал Как это делал Странные непонятные следы Которые для наших Современных каменоломен Как бы Удивительные И загадочные Всем советую Посмотреть данное видео Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok